Технопарк «Идея» — это уже группа компаний, надо сказать. И у этой группы компаний есть положительный опыт, такого в России я еще не знаю. Видимо, потому что нам все-таки 10 лет уже качественного, которые имеют положительное создание, начнем с маленького, бизнес-оккубаторов, технопарков, индустриальных парков. Вот сейчас «Технополис», сейчас «Нанотехнологический центр». По «Наноцентру» мы еще опыта большого не поимели, но тем не менее, вот у нас совершенно недавно были, буквально несколько дней назад был господин Пауссен, представитель такой известной фармацевтической компании, и его специалисты ходили по нашим лабораториям, смотрели, они говорят, слушай, в России мы такого не видели. Я говорю, чего вы не видели? Понимаешь, говорит, очень толково сделано само здание, размеры, то есть подоборудование, материалы правильно использованы. То есть это дает возможность считать, что вы действительно, кто вас консультировал. Да, конечно, нас консультировали зарубежные проектные группы, но если они такие вопросы... А это люди у него в команде, это в том числе и наши профессора бывшие, только сейчас во Франции живут, например. И они говорят, что они очень часто в России бывают, такого не видели, чего вы не видели, но такого подхода к инфраструктуре. То есть, конечно, подходим. Хотя еще сказать, что мы вот такие молодцы вот в этом направлении, это, конечно, еще нет, рано, потому что как-то только в Москве открылись. Но, тем не менее, опыт создания вот подобных структур у нас есть. И в каждом случае у нас они разные немножко получаются. Но то, что происходит на Петербургской 50, изначально закладывалась модель, что в основе должно лежать взаимодействие крупных компаний, технологических и малых компаний. Спасибо. Как это решилось? Это решалось все не в той последовательности, в которой я рассказываю. Значит, просто со временем мы привели туда крупные компании, которые входят в топ-5 по стоимости брендов в мире. То есть, там, Джейнгл, я тут сможешь посмотреть, там, Симмонс, Бош, там, Ханилл, Якогава, Панасоник и так далее. Все они почему-то пришли именно в технопарк. В общем, про аренду давайте скажем так, что она там не дешевая. И мы по своей стоимости для них соревнуемся там с Сувар-Плазой и со всем, то есть, все, как бы, в этом смысле хорошо. Выбирают нас. Выбирают почему? Потому что мы им обеспечиваем доступ к кадрам. Потому что для них, где локализоваться в Сувар-Плазе, в технопарке, в Китае, в Великобритании, проблемы никакой не представляют. Еще даже лучше может быть. Но для них важен доступ к кадрам, доступ к тем людям, которые могут у них работать. Поэтому, наверное, они открываются, как бы, у нас. Да не, наверное, а точно, потому что мы в этих процессах принимаем участие. Значит, что там делают малые? Да, вот эти крупные компании, они платят больше, может быть, даже, чем рынок. Но они не имеют проблем с кадрами в этом смысле, работая там. Никто не говорит о том, у нас нет такого подхода, что вот если вы у нас расположитесь, то мы вам либо льготную аренду, либо какие-то контракты. Нет. Они сами знают, как работать. Мы просто делаем такие условия, чтобы эта работа им удавалась. Ну, кадры это, как бы, еще не все. Тут вокруг еще много малых компаний должно быть. Они приходят туда, где есть вот эта, как бы, среда, в которой есть очень много малых компаний. Да, теперь в технопарке малых компаний много. Да, мы там росли. Значит, я, как бы, могу сказать, что на третий год все, проект состоялся. То есть мы в 2004-м открылись в феврале, в апреле 2007-го года мы уже денег на свое содержание бюджетных не просили, не тратили, нам не давали просто. Вот. И это, кстати, было очень правильно сделано. Вот. И технопарк, собственно, пережил, скажем так, с марта, с февраля по апрель месяц, 2007-го года, такой шок. Значит, когда, собственно, зарплату надо было платить, а, собственно, денег не было. И вот тогда включились мозги, все начали работать. Вот. И мы в 2007-м году фактически открыли все корпуса, значит, наполнились и обеспечили свою самодостаточность. Все. Дальше, вот, начиная с 2007-го года и по сейчас идет просто работа. Туда приходит много малых компаний. Я говорю, 58-65 ежегодно создается. Сейчас на территории технопарка стабильно работает порядка 1900 человек. Дойдешь по коридорам, кажется, что это как бы вранье. Вот. Ну, мы как-то проводили по эвакуации, значит. Тихо было, тихо. Да, да. Шума нет, шума вранье. Ну, кажется, что вот... Никто не бегает? Ну, нет никого, да. Значит, ну, где-то 1900 человек, это же много. Вот, когда учения провели на две улицы, там, на Петербургскую, на Островскую вышло, ну, с целой демонстрацией, ну, действительно. Ну, конечно, 2000 человек. Вот. Так что это все есть. И вот это малые компании. Вот, там средний возраст сотрудников 28 лет. Значит, это малые компании, которые вот в технопарке на Петербургской 50, да, они работают по схеме B2B. Они работают на какие-то бизнесы. Вот. Почему? Ну, потому что их технические решения, они нужны именно вот бизнесу. Мы не ставили перед собой задачу сделать какой-то технопарк, который, ну, сферический конь в вакууме. Значит, вот как сложилось, так оно и как успех. Мы сначала хотели вот в этом направлении двигаться, в этом. Потом, значит, коллега, очень взрослый коллега, значит, из Филипса, значит, он был в свое время руководителем инновационного, ну, как подразделения департамента Филипса, он сказал, Сергей, не вдумайте только никакую специализацию навязывать. Она должна сложиться эволюционно. И да, у нас сложилось эволюционно, то есть система управления автоматизацией, значит, программисты сидят, которые занимаются в том числе веб-дизайном, только не просто веб-дизайном, а там немножко глубже. Вот. И вот эти структуры, они начали работать, они начали генерировать деньги. И у нас сейчас в технопарке нет ни одной компании, которая сидит на каких-то госконтрактах. И когда мы говорим о конкурентоспособности, надо смотреть, кто является клиентом этих компаний. Там не государство. Там Хонда, Лориаль, Газпром, Роснефть, структуры Газпрома, Роснефти, там, Сколково, там, ну, Apple, там и прочее. То есть, все, пожалуйста, те, кто выбирает по всему миру, может найти где угодно, берет у нас. Значит, ребята конкурентоспособны.